Вид сверху всегда разный. В Чехии вокруг нас расстилались бы поля красной черепицы. В Германии были шпили. Ну, в Москве крыши, конечно, поскучнее. Но зато под ними в каком только стиле не декорированы здания. Есть голицынская и нарышкинская барокко, классицизм, модерн, русский стиль и даже готика. Здравствуйте! С вами по-прежнему Михаил Жебрак. Так, перед началом наших путешествий я люблю сверху выбрать здание, которое потом мы будем изучать. И тогда меня, наверное, можно сравнить с Карлсоном. Но так как тема нашей сегодняшней прогулки Москва готическая, то давайте я буду все-таки к Вазимодо на крыше собора Парижской Богоматери. Так? Где у нас здесь горгульи? Нету. Но мы их с вами обязательно найдем. Готика – это архитектурный стиль Европы. Ажурные каменные громады возводили в XII-XV веках. Мы с вами, конечно, будем смотреть стилизацию под готику, перепевы европейских мотивов. И начнем с Петровского путевого дворца. Внимательный взгляд Екатерины Великой рассмотрел во временных, увеселительных постройках Ходынского поля элементы нового стиля. На Ходынке тогда праздновали Куйчук-Кайнарджийское перемирие. И поле застроили потешными турецкими крепостицами. И вот императрица повелевает архитектору Матвею Казакову перестроить в этом новом стиле путевой Петровский дворец. Это последняя остановка императоров по дороге из Санкт-Петербурга в Москву. Именно из этих ворот они выезжали в парадных каретах, потому что впереди в 400 метрах ждала Москва. Новый архитектурный стиль, разработанный зодчими Казаковым и Баженовым, с благословения Екатерины Великой, теперь называют русская готика. В нем действительно сплавились элементы древнерусской архитектуры и готические узоры. Посмотрите, остроконечные ниши сочетаются с окнами с гирьками. Наверху островерхие белокаменные шпили, а внизу русские традиционные пузатые колонны. Служебные корпуса путевого дворца с многочисленными по-театральному грозными башенками, украшенными бойницами, зубцами, окружают главный корпус словно крепостная стена. И комплекс так и назвали Петровский замок. Готика ассоциируется у нас с мистикой, мрачными тайнами. Горгулью не пощекочешь за ушком. И в истории Петровского замка тоже была печальная страница. Здесь Наполеон пережидал московский пожар. Вот окружен своей дубравой Петровский замок. Мрачно он недавнюю гордится славой. Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный. Москвы колено преклоненной с ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар. Она готовила пожар нетерпеливому герою. Отсели, в думу погружен, глядел на грозный пламень он. Здесь нет ни горгулей, ни химер. Зато много вычурных башенок и вот таких вот колючих звезд на них. Сторонники видеть во всем масонские знаки объявили их символами тайного общества. Но тогда можно и каштан, они тоже колючие, посчитать знаками тайного братства. По мне, в звездах нет ничего секретного. Они светят для всех. История следующего здания это просто готический детектив. Все башни Московского Кремля завершаются шатрами и украшены белокаменным узором. Но это не готика. Это стиль русской узорчи 17 века. И только одна из кремлевских защитниц выбивается из общего строя. Не замечали? А вы присмотритесь. Никольская башня. Тоньше соседок. На ее кровли не поливные муравленные изразцы, а крашеное железо. По углам галереи стоят тоненькие башни-фиалы. Но главное, на фасадах вытянутые стрельчатые окна, украшенные белокаменным узором в виде зубчиков. Но это точно готические элементы. Откуда они здесь? Башня получила свое острое завершение в 1806 году от петербургского зодчего русска. В Санкт-Петербурге он работал в классической манере. Но в древней Москве надо было стилизоваться под старину. А старину этот европеец понимал как готику. И вот он ставит на проездной объем вытянутый восьмерик с тонким шпилем. В 1812 году французы, покидая Москву, заминировали очень многие здания в Кремле. Большинство удалось отстоять. Но арсенал, посмотрите, вот этот желтый корпус со сдвоенными окнами взлетел на воздух. Стоявшая рядом Никольская башня тоже рухнула. Отстраивавший после пожара Москву архитектор Бове тоже работал в классической манере. Но здесь опять использовал готические элементы как старинные. Так было принято в начале 19 века. Именно Бове поставил вот эти тонкие башенки по углам и украсил кирпичную стену белокаменным узором. В готической постройке обязательно должна быть тайна. Она есть и здесь. Посмотрите, вот это изображение святого Николая 90 лет было спрятано под слоем штукатурки. Почему? В первые годы советской власти приняли решение замазать надвратную икону. Но безвестные мастера возможно, что с риском для жизни не просто забросали раствором изображение. Они поставили решетку, сетку и только потом заштукатурили. Получился пустой белый киот. Казалось, что икона навсегда потеряна. Но она была законсервирована. Между ликом и раствором оставался зазор в 10 сантиметров. И вот в 2010 году изображение святого Николая опять увидело свет. пешком. Пешком. Мы с вами в древнейшем районе Москвы, Китай-городе. Именно здесь, на Никольской улице, в середине 16 века, Иван Федоров поставил первый печатный станок. И тут возник древний печатный двор. Ну, тогда все здания, конечно, вокруг были деревянные. С 18 века печатный двор назывался синодальная типография. И именно для синодальной типографии. В 1815 году вдоль улицы было построено вот это парадное здание. Так как оно строилось одновременно с Никольской башней Московского Кремля, то для его украшения тоже использовали готические элементы. Я уже говорил, что в начале 19 века готические элементы ассоциировались со стариной. А архитектор Мирановский должен был подчеркнуть древность этого места. Ведь именно за этими стенами был напечатан первый апостол. И он насытил здание старинными деталями. Ну, например, вот такими резными колоннами. Здесь также есть свои мифологические животные. С фасадов древнего печатного двора сюда перебрались изображения льва и единорога. Ну, лев символизирует власть. А единорог отвечал за чистоту, непорочность и строгость. Он даже появлялся на государственных печатях России в 16-17 веках вместо Георгия Победоносца. Особенно любил этого безжалостного холодного зверя инрога или индрика, как называли в старину, державный куратор печатни Иван Грозный. Из готических элементов на этом здании есть башенки пинатли на крыше, аркады между ними, конечно же, стрельчатые окна и посмотрите традиционные готические четырехлепестковые розы. Синодальная типография была крупнейшей в Москве. В период расцвета в ней работало 350 печатников. Были словолитня, пуансонные и граверные отделения, склад, книжный магазин. Сейчас в этом чудесном здании гуманитарный университет. У нас раньше было два католических костела и москвичи называли их по основной национальности прихожан французский и польский. Мы с вами пришли как раз к польскому. Польша долгое время входила в состав Российской империи. И логично предположить, что в Москве проживало очень много поляков. И вот, в начале 20 века был построен этот гигантский костел. А это самый большой католический храм России на 5000 верующих. Проект польского архитектора Богдановича включил все основные элементы традиционного готического храма. План в форме креста. Вокруг центральные башни арк Бутаны. Это наклонные арочки. А на главном фасаде огромное окно-розетка. Стилизованное изображение розы. А роза, тем более белая, обозначает чистоту, непорочность. И вот, в центре костела его символическое название. Собор непорочного зачатия Девы Марии. На крыше целый лес пламенеющих шпилей. Поэтому костел хорошо виден из многих районов Москвы. Посмотрите, вот эти тоненькие кирпичные башенки называются пинакли, а навершия зубчиками на них фиалы. Мы с вами ищем на каждом здании какие-то необычные изображения. Здесь они тоже есть. Посмотрите, на боковом шпиле герб папы Иоанна Павла II. Почему именно его герб? Папа Иоанн Павел II поляк, к тому же единственный славянин, который избирался папой римским. Он провел на престоле 27 лет и пользовался огромным уважением во всем католическом мире. Строем труп органы напоминают готические соборы. Местный орган с 1955 года работал в соборе города Базеля. А в 2002 году перевезен в Москву. Его нам подарили. Это один из самых крупных органов в мире. В нем 5563 трубы. А вот, например, в органе Большого зала Московской консерватории 3136 труб. Орган участвует в службах. Здесь проходят концерты. О готических соборах потрясающе писал Осип Мандельштам. Стихийный лабиринт, непостижимый лес, готической души рассудочная пропасть, египетская мощь и христианство робость, с тростинкой рядом дуб, и всюду царь отвес. В 1878 году в Москве было основано общество выпускников императорского технического училища для поддержки самих выпускников и альма-матер. А в 1903 году появилась идея построить для общества собственный дом по подписке. Представляете, вы приходите на встречу выпускников, а вам предлагают скинуться и возвести в центре Москвы здание. Вот и тогда идея показалась несбыточной. Правда, председатель общества, представитель крупной фирмы инженер Абакумов внес первую сумму 9 рублей 50 копеек. Но дело-то завертелось. В короткий срок собрали почти полмиллиона рублей и построили вот это здание. Автор, архитектор Кузнецов заявил, что проектируя фасад, он ориентировался на архитектурные традиции Англии, страны, давшей нам паровоз, пароход, ткацкий станок. Вот отсюда и готические элементы на здании. Вытянутые окна, тоненькие колонны, башенки на крыше. Дом расположен в Харитоневском переулке, недалеко от Мясницкой. Первый этаж предназначался под офисы. На втором, вот за этими высоченными окнами, был зал заседаний, правление, библиотека и столовое общество. Квартиры на верхних этажах сдавались. Дом перенасыщен символами. Посмотрите, принадлежность инженерам подчеркивается вензелем, гранитным, над входом ПО, политехническое общество. Цифры на фасаде это год основания общества, и постройки дома 1905-й. Также здесь есть изображение реторты, электромотора, паровоза и подвесного моста. Считалось, что в этом здании находится самый современный зал заседаний. Поэтому после революции дом занял комсомол и провел здесь свой первый съезд. я знаю еще одно здание, где можно поискать сказочных животных. Горгулий сейчас увидим. Многие москвичи любят дом страхового общества России. Он занимает целый квартал на Сретенском бульваре. Построен в 1902 году архитекторами фон Гогеном и Проскуриным. И тогда считался самым технически оснащенным жилым зданием России. Здесь были квартиры от 200 до 400 метров с каминами, высота потолков 384-20 и полностью своя инфраструктура. прачечная электростанция, котельная. В подвалах стояли машины, которые подогревали и увлажняли воздух. Воду добывали из своей артезианской скважины 50-ти метровой глубины. Конечно же, здесь были электрические лифты. А между корпусами тянется великолепная кованая решетка, сделанная по проекту архитектора Дерина. И на решетке, и на здании. Всюду вензель. Страховое общество России. Крупнейшая до революции. Это была эпоха, когда архитекторы свободно жонглировались стилями. И каких только деталей нет на этом здании. Но главный фасад, обращенный на Тургеневскую площадь, заканчивается. готическими заостренными арочками и башенкой со шпилем фиалом. Очень хорошо видно на старых фотографиях, что раньше и шпилей, и куполов было больше. После революции здание облысело. Но главное, здесь есть они и горгульи, и химеры. Вот здесь химеры. А горгульи под эркером. Бабкар шутят летучие мыши. Возможно, тогда горгульи точно поддерживают балконы во дворе. После революции сюда вселились российское телеграфное агентство, главное артиллерийское управление, нарком, прос. Приходя в этот дом за гонорарами, Михаил Булгаков столкнулся с новой советской бюрократией. Он потом писал, что между заполнением первый раз ведомости и получением денег в кассе проходило 28 дней. А над всем этим по-прежнему веселились лепные амурчики вокруг античной богини, и мудрец разговаривал с учениками. Этот дом можно рассматривать долго. Обязательно приезжайте сюда и лучше с фотоаппаратом. Под одним эркером притаилась саламандра, под другим крокодильчики. Здесь есть ангелочки, больше похожие на бесенят. А вот это совершенно средневековая скульптура. Женщина с колесом и юноша в одеждах подмастерья. Ну а следующее изображение загадочное. В виде ростра, носа корабля отлита крылатая женская фигура с разведенными руками. Что это было? Одни говорят простой флагодержатель, другие, что между рук висела цепь с фонарем. А вам, как кажется, пешком. 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 Самый известный готический дом Москвы стоит в центре, на этой красивейшей театральной площади. Архитектор Клейн построил для шотландцев Мюрре и Мирелиза, давно торговавших в Москве, огромное здание. Семь этажей. Для 1909 года это очень большой дом. Обращение к готической теме, я думаю, было вызвано прежде всего рекламными соображениями. Смотрите. Между колоннадами Большого и Малого театров вдруг возносится готический костел. Москвичи охнули, возмутились и немедленно устремились внутрь. А внутри их ждали комната отдыха, справочный ресторан. До этого в магазинах такого не было. Сенсацией стали электрические лифты. Раньше торговые помещения выше третьего этажа не возносились. И подъемниками их никогда не оборудовали. Основной упор сделали на отдел готового женского платья. И там были не только вышкаленные продавцы, но и самое разное освещение. Ведь время-то переходное, поэтому примерить шляпку, платье можно было при электрическом, газовом и даже керосиновом свете. Людей вокруг театральной площади сразу прибавилось. У служебных дверей театров поклонники поджидали артистов. А у служебного входа магазина толпились обожатели мюрелизочек. Поговаривали, что в магазин специально набрали только пригожих продавщиц. И москвичи немедленно их окрестили мюрелизочками. Слава об универсальном магазине гремела по всей России. Мюрелиз бесплатно высылали каталоги. И любой житель империи от Варшавы до Владивостока мог заказать по почте товары. Чехов из Ялты писал родным, скажи мюрелизу, чтобы поскорее выслал мне наложенным платежом барашковую шапку. А если фуражки американки теплы, то пусть вышли и фуражку. При строительстве этого магазина использовали железные конструкции и новый материал – железобетон. Это позволило сделать окна очень широкими. Да, в готических соборах тоже много света, но там это достигается за счет мощных опор. А здесь нет никаких тяжелых контрфорсов, только тонкие простенки и стекла между ними. Я долго изучал здание, смотрел, поместил ли архитектор на него горгулей. Нет. Очевидно, владельцы решили, что это не будет способствовать продажам. Но здесь есть основное украшение готики – великолепное окно-розетка. И еще на всем здании единый объединяющий мотив. Тонкий стилизатор Клейн взял основной декоративный элемент готики – четырехлепестковую розу – и поместил ее всюду, на орнаменты, в завершении арок, над заостренными порталами. Надеюсь, вы не судите меня строго. Мы с вами гуляем не по Реймсу или Шартру и смотрим не готику, а дома с готическими элементами. Правда, следующее здание постарались точно стилизовать под английский замок. Его построил архитектор Шехтель для Саввы Морозова. Многие предприниматели на рубеже 19-20 веков выбирали английский стиль. Это респектабельно. Но богач и оригинал Морозов построил целый готический дворец. Это должно быть самый большой особняк того периода. Это был подарок женщине. А любовь была страстной. Савву увел жену у племянника. Ну и, соответственно, дар должен был быть оригинальным. Некоторые москвичи считают, что именно этот дом описан в романе «Мастер и Маргарита». Маргарита Николаевна занимала вместе с мужем вдвоем весь верх прекрасного особняка в одном из переулков близ Арбата. Здесь действительно большой участок, и сад подступает вплотную. Так что, если правы поклонники писателя, то Маргарита должна была вылететь на половой щетке, ну, наверное, вот в это готическое окно. Но я не согласен. Мне кажется, что этот особняк великоват даже для крупного специалиста. Сейчас здесь находится дом приемов Министерства иностранных дел. Зато здесь есть настоящие горгульи, и расположены они правильно по краям террасы и на водосточных трубах. Потому что горгульи изначально – это французское речное божество, и ставили их в виде водостоков. Мне кажется, наша прогулка по Москве готической оказалась интересной. Сколько необычных хлебных изображений мы нашли, сколько готических зданий осмотрели. При том, что город у нас не такой уж и древний. Тем не менее, в Москве множество зданий декорировано средневековыми элементами. Архитекторы любили украшать свои постройки и островерхими шпилями, и стрельчатыми арками. И мы с вами должны быть внимательны. Как только увидим вот такое окно-розетку или башню-пинакль, как на этом доме после реставрации, возможно, где-то рядом притаилась горгулья. До встречи через неделю, но уже в другой Москве. Пешком. Пешком.